Ольга, еще один влево и во второй серии. Лидер женской сборной Ульяновской области по биатлону Ольга Дмитриева тщательно готовится к любой гонке. А к нынешнему чемпионату Приволжского федерального округа особенно. Ведь он проходит на биатлонной базе «Заря» в Заволжском районе Ульяновска. Эта трасса родна не только для самой Ольги, но и всех остальных лидеров региональной команды. Это строительный старт, который вводит нас на отборочную универсиаду, которая состоит в Красноярске. И я очень рад, что этот отборочный старт ПФО состоялся у нас на родине. Просто очень рад, что наш спорткомплекс наконец-то оценили по достоинству и предоставили нам эти старты. Этот чемпионат Приволжского федерального округа «Заря» ждала много лет. Базу возводили постепенно. Сначала воззавели стрельбище и малый круг лыжероллерной трассы. Затем построили вспомогательное помещение и усовершенствовали стрельбище, расширили трассу. Этого вполне хватило, чтобы провести несколько раз первенство страны среди ветеранов. Но для соревнований более высокого уровня, в числе которых и чемпионат Приволжского федерального округа, необходимы более современные условия. Для зрителей трибун не хватает. Трибуны в первую очередь нужны. Но и электронные установки, они у нас весной уже будут, договор подписан. К 1 июня должны смонтировать нам электронные установки. Чемпионат и первенство ПФО собрал около 50 биатлонистов из Ульяновска, Чебоксар, Саранска и Казани. Первыми в сприттерскую гонку ушли женщины и девушки. 7,5 километров с двумя огневыми рубежами по укатанной трассе спортсменки буквально пролетели. А лучший результат показала Дмитриева, хотя и осталась недовольна своей стрельбой. Три мишени остались незакрытыми. Ну, начала слишком быстро, не так, как обычно. И захлебнулась как-то. Не могла справиться с дыханием. Вот, и поэтому пришлось дольше лежать на рубеже, чтобы как-то успокоить пульс. Куда лучше в мужской сприттерской гонке стрелял ульяновец Иван Галушкин. Он единственный из тех участников, не промахнулся ни разу. Да и по трассе бежал довольно быстро. Не случайно, всего за 100 метров до финиша Галушкин был главным претендентом на победу. Однако в последний момент сбился с трассы. И пока возвращался на правильную траекторию, потерял несколько драгоценных секунд. Этой заминкой сполня воспользовались ульяновец Юрий Шопин и Дмитрий Абашев из Казани. Они показали абсолютно одинаковое время и оба получили золотые медали. Всегда есть над чем поработать именно сегодня. Сегодня сделаю акцент не очень удовлетворительную оценку на стрельбе из положения стоя и буду работать над этим. Чтобы провести работу над ошибками, у Шопина есть сутки. Завтра чемпионат Приволжского федерального округа продолжится масс-стартами. Михаил Сашанский, Александр Кудряшов. Новости Ульянской правды.